Всем привет, с вами Скат, и сегодня у меня на обзоре 7 новинок этой недели. Итак, поехали! Первой игрой в этом обзоре будет простенький таймкиллер Stone Tower. Как подсказывает название, нам необходимо из камней строить максимально высокую башню. В отличие от других подобных игр, здесь более медитативный игровой процесс. Мы можем перемещать и переворачивать камни как угодно. Нет отсчета времени, игрок сосредоточен только на построении башни. Простенький мультяшный стиль не напрягает глаз, а звуковое сопровождение в виде звуков природы призывает расслабиться. Интересной фишкой игры является онлайн мультиплеер с живыми игроками, где необходимо друг за другом выкладывать по камешку, и после чьего хода башня упадет, тот и проиграл. Во время игры можно всячески подначивать противника, добавляя в специальное меню различные комментарии. Если вам надоели различные шутеры, гонки и прочие игры, постоянно держащие игрока в напряжении, скачивайте и расслабляйтесь. Следующей игрой в моем обзоре будет очень интересный экшен-рпг с элементами крафтинга и сурвайвл, которую многие уже окрестили мобильным убийцей Дон Став. Здесь, конечно, не так все глубоко, но игрушка очень увлекательная. Вот некоторые из основных особенностей. Огромный открытый процедурно генерируемый мир, возможность крафтинга нескольких сотен объектов, оружия, доспехи, мебель, инструменты и прочее. Экшен-система, требующая от игрока подстраиваться индивидуально под каждого противника. Огромное количество различных монстров, которых необходимо уничтожать и приручать, а также эпическая история с множеством квестов. В игре также очень приятная мультяшная графика со множеством деталей и отличное звуковое сопровождение. Можете не сомневаться, Crashlands затянет вас на долгие и долгие часы. Единственный минус – отсутствие русского языка, но разработчики уже работают над этим. Ценник немного кусается, все-таки 420 рублей для мобильной игры многовато, но тем не менее она того стоит. Следующая игра – это корейская экшен-рпг Blade – Sword of Elysion. В игре вас ждут динамичные битвы и головокружительные комбо, приятная графика на движке Unreal и онлайн мультиплеер. В начале игры нам на выбор дают трех персонажей – рыцаря, мага и ассасина, после чего мы попадаем на городскую площадь, которая является главной отправной точкой в игре. Здесь мы будем и прокачивать персонажа, и покупать ему новые виды экипировки, сможем общаться с другими игроками и участвовать в PvP-сражениях. Также есть возможность поговорить с основными NPC и получить у них задания. Минусом игры является отсутствие хоть сколько-нибудь открытого мира. Задания мы будем выбирать на карте, после чего перемещаться на отдельную локацию, и уже в ней сражаться с монстрами. Данная RPG, если и не является ярким представителем жанра, то как минимум является интересным проектом, поэтому советую ее скачать и ознакомиться. Далее по списку идет интересный раннер под названием Running M. В игре хорошая графика, разнообразные локации и множество персонажей. Одиночный режим ничем не выделяется, поэтому на нем останавливаться не будем, ведь главной фишкой игры является мультиплеер с живыми игроками. Изначально нам доступно три режима. Первый из них это битва между игроками. Здесь два пути для победы, либо добежать первым, либо устранить всех противников. Внизу экрана есть четыре кнопки. Это кнопка прыжка, чтобы вы смогли уворачиваться от противника, кнопка ускорения, кнопка бустов, которые случайно выпадают из ящиков, и кнопка атаки. Геймплей очень динамичный и напряженный, ведь другие игроки постоянно дышат спину и так и норовят отвесить вам пенделя. Во втором режиме необходимо быстрее остальных набить определенное количество очков, запуская предметы, висящие на перекладине шары. А в третьем режиме нужно быстро решать простенькие математические задачки и пробегать в нужные ворота для ответов. По мере прохождения игры и прокачки персонажей будут открываться новые режимы, которые позволят сохранить интерес к игре надолго. Поэтому качайте и становитесь абсолютным чемпионом мира в этом замечательном и веселом раннере. Следующей игрой в этом обзоре будет новое детище Ubisoft Sandstorm Pirate Wars. На самом деле я не понимаю, зачем такие гиганты игровой индустрии выбрасывают на мобильные просторы всякий шлаг. Игра находилась в статусе софт-запуска 10 месяцев и теперь добралась до официального релиза. Но беда в том, что играть здесь не во что. Вроде бы неплохая задумка с постапокалиптическим миром. Пустынные контрабандисты рассекают равнины, дюны на воздушных судах, грабят другие корабли и сбывают добычу на черных рынках. Могла бы получиться неплохая вариация на Ubisoft-овских же Assassin's Creed Pirates, но нет. Мы тупо смотрим, как во вчерашней графике летят по прямой два корабля и стреляют друг в друга. Мы можем выбрать только в какую часть вражеского судна стрелять. И всё. Можно улучшать свой агрегат, менять дизайн. Но зачем? За 20 минут игры, без возможности избавиться от назойлого обучения, я провёл боёв 5 и благополучно снёс игру. Лучше бы новые уровни для Реймана выпустили. Но перейдём от плохого к хорошему, ведь на этой неделе состоялся долгожданный релиз симулятора уличного бойца Punch Club. На данную игру я сделал отдельный обзор, который можно посмотреть по ссылке под видео. Ну и напоследок, компания Noodle Cake Studios порадовала нас выходом отличного таймкиллера под названием Clocks. Игра предельно минималистична. Перед нами только часы с вращающимися стрелками, и нам нужно за отведённое время выстреливать шариком в нужном направлении, чтобы убрать все часы на поле. Уже через несколько уровней вы поймёте, что времени не хватает, а стрелки крутятся очень медленно. А действовать нужно всё быстрее и быстрее. Clocks – отличное развлечение для проверки вашей точности и реакции, поэтому советую скачать и проверить себя. Ну а у меня на сегодня всё. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и удачи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok